Проводили замеры счастья. Слушайте, они самые счастливые фанцы. Финляндия, Швеция, где социалистические принципы тоже превалируют. Вот у нас программа. Богатые должны платить большие налоги, бедные не должны платить налогов вообще. Ну разве это не социалистические принципы? Социалистические. Но те страны, которые пошли по этому пути, более стабильны, чем наши. И поэтому личный метод, это вот я когда-то родился и перевел в Советском Союзе. И вокруг нас какой-то электрократический капитализм, а мы оставили ситуацию социализма. В результате приезжает, допустим, лучшие детские сады в виде замков, лучшие школы, самые счастливые дети. Он говорит, парки бесплатные. Все это мы показывали. Причем, я всегда говорю, слушайте, мы логуристы, потому что мы можем реально показать, чего можно было добиться, пользуясь социалистическими принципами. Вот если глобально смотреть, я считаю, что будущее мира за социализмом, не за глобализмом. За тем, что богатые уже богатые не знают, куда деньги девать, а бедных и, я скажу так, голодных все больше и больше. А именно за другим переспределением богатства. Мы тут все рассказываем, что мы такая страна, у нас приходит вот экология. Вы знаете, что в результате действия власти Якутия сгорела так, что количество выбросов, как вот сейчас все говорят и все беспокоятся об этом и борются с ними, больше, чем в Германии в результате. Только от пожаров в Якутии. А Германия – это крупнейшая экономика мира. И мы одним махом уничтожим лесное хозяйство фактически. Кто это сделает? Те, кто принимали закон «Лесной кодекс». Они сделали так, что лесничек нет, пожары такие, что нанесли огромный счет нашей стране. А мы-то говорим о том, что в советское время только 200 самолетов летало над Якутией и смотрело, чтобы не дай бог, где пожары. Только пожар, значит, группу быстрого реагирования закидывали его землей, даже вода не нужна. А сейчас вот результат. Пермский края еще не горит, но вот, например, Морелл, наш товарищ Рязанков, уже поехал туда, потому что Морелл загорел. Красноярск накрыло дымом так, что дышать не надо. Это что? Последствия чего? Это последствия бездумной, бездарной хищнической политики партии и власти. Больше ничего. Поэтому личный мотив. Давайте спасем страну. Ну, просто возьмем и спасем страну. Потому что такого ущерба, который нанесли сейчас, даже в Великой Отечественной войне не может. Куда ни приедешь, разрушенные заводы и фанаты. Нищие, которые копаются в мусор. И дети. Дети, которые... Слушайте, у нас сирот теперь больше, чем... Ты только смотришь. По телевизору показывают, что положительные примеры. Мама удушила папу, потому что он пытался что-то сделать со своей точкой. То есть, понимаете, что на самом деле пропагандируется в телевизоре? Наши государства не капиталистическое, абантинское, на мой взгляд. Ну, я его называю капиталистическим. Да. Но, еще раз. Давайте так. Мы же не... Можно сколько угодно рассуждать с точки зрения глобального. Вот есть одна политическая сила, о которой проповедует социализм. А нашей стране особенно важно справедливость. И у нас мы за СССР, за сильную, справедливую, социалистическую роль. Недавно взяли губернатора Пензенского области. Слышали, да? Да. У него в квартире, в доме нашли 400 миллионов рублей. Понимаете? А его портреты висят по всей школе, по всем школам Пензенского области. Так вот решила Единая Россия, что нужно повесить губернатора. Я представляю, на следующий день сидят, то ли снимать его еще не осужден. Или портреты снимать. То ли не снимать. То есть цинизм у нас никогда такого не было. Что из секретаря обкома Пермского края делали какой-то фетиш. Вешали бы его. Это что? Это свобода? Я вот недавно, до того момента, как дождик с одним агентом поступал. Потом, значит, ну всем же интересно. Начинаешь смотреть что? Количество лайков и дизлайков. И комментарии читать. Смотрим миллион четыреста тысяч просмотров. И количество лайков в десятки, если не сотни нас, приближает количество дизлайков. А дальше начинаем читать. Оказалось, что это точно не наша аудитория. Все голосовать собираются за КПРФ. Знаете почему? Ну потому что они поняли, что единственные, кто смогли бы как-то улучшить жизнь, в том числе этих людей, это КПРФ. Это решение. Но вы можете стать лучше. Нет ничего. Нет только лишь. ých. Дим